Приходите вечером на йогу, только она пьяная. От такого необычного предложения снять стресс после рабочего дня отказаться трудно. Для меня, кто йогой ни разу не занимался, это настоящий вызов. Перед занятием прошу совета Уэлли Уокер, инструктора и автора идеи. Моя вам рекомендация, как встать в позу дерева. И это не шутка. Я вам гарантирую, баланс легче удержать, если вы дотронетесь пальцем до кончика носа. Имеет значение, каким пальцем? Нет, не имеет. Смотрите вдаль, ну хотя бы на тот знак не курить. Дотронетесь указательным пальцем правой руки до носа. Поднимите левую руку к небу. Дайте я поправлю, так красивее будет. Правую пятку поставьте на щиколотку левой ноги и плавно поднимайте пяточку вдоль ноги. Неплохо для первого раза? Занятие начинается с разогрева или, точнее, подогрева. Каждому в группе бокальчик вина. Лучшее средство от стеснения и зажатости. Бокальчик фирменный. Дранк йога. Лифт йо спиритс. Игра слов для подъема духа и для подъема бокала с вином. Прелесть нетрезвой йоги в том, что заниматься ей можно где угодно. Хоть в баре нью-йоркского отеля. Первая позиция – прикладываем бокал вина к сердцу и думаем о хорошем. И подняли бокалы над головой, и выдох. И взялись за бокальчики, и поднялись, и потянулись, и глоток. В моем джазе оказались только девушки. Но это не показатель. На прошлой неделе Кэлли на занятия пришла мужская футбольная команда из Германии. Даже атлетам нелегко играть в эти пьяные игры. Хотя правила веселые. Потеряли баланс – значит, должны сделать маленький глоток вина. Пригубили из бокала без команды инструктора – должны сделать ей комплимент. Перепутали левую и правую ногу, что часто бывает на этой йоге. Скажите, за что благодарны в жизни. Возьмите вино в левую руку, чокнитесь с соседкой и скажите, что у нее глаза красивые. Разговор во время занятия обо всем. О любимых телезвездах, о том, как с умным видом говорить о биржевом рынке. А между тем приходится поднимать руки, вставать на одну ногу, удерживать баланс. Это вообще, конечно, нечестно. Первый раз заниматься йогой в таких условиях. Инструктор предлагает принять позы, в которых только хорошо тренированным йогам удается пригубить вина. Левую руку на мат развернуть стопу, правую руку вверх, правую ногу назад. И улыбнулись бокальчику вина. Молодцы, молодцы. И поставили вино на пол. И еще по тверкам. Даже новичку известно, что тверкинг – это точно не из йоги. Но после нескольких глотков белого вина сомнений в мудрости инструктажа уже не возникает. Главная цель занятия – это радость. Я хочу обучить пришедших альтернативной технике культивации персональной радости через радость окружающих. Знаю, звучит как запутанная эзотерика, но на самом деле очень просто и легко. Я привношу элемент веселья в занятия йогой в нетрадиционных для этого помещениях. Включаю поп-музыку или рок из 90-х. Так, чтобы не удержаться и подпевать, и пританцовывать. Элли Уокер в йоге не новичок. Семь лет проработала инструктором в Нью-Йорке, но ей не хватало этого самого элемента веселья. Контакты с окружающими, ощущение себя частью сообщества. Если уж есть вино, то можно сообразить на троих по-йоговски. Ну а теперь вы, леди, похоже, запутались. Окей, на моем бокале помада. На моем точно нет. На йоге под градусом получаешь чувство локтя, а иногда стопы или спины. Ну как сегодня занятие проходит, по-вашему? Отлично! Здесь всегда весело, всегда хорошо. Плохих групп у меня не бывает. Должен вам сказать, что это настоящая нагрузка. А я-то думал, это так, шуточки. Занятие, как школьный урок, 45 минут. В завершении серьезная растяжка и разминка. Я понятия не имею, что у меня можно так согнуть. В последней позиции, как и в первой, бокал вина у сердца, только уже сидя. Глубокий вдох, глубокий выдох и переходим к свободному общению. У меня немного знакомых, кто йогой занимается. И оказаться в группе было здорово. Такие позы были сложные для меня. Давно я так не растягивалась. Ой, это так весело, особенно пьяные игры. Я этого точно не ожидала. Ой, мне тоже игры под градусом понравились. И то, что здесь не так все было интенсивно, просто веселье. Все болтали друг с другом. Если честно, то в контексте наших занятий пьяный означает пьяный от радости общение, и пьяный от счастья. И уж точно после обычной йоги никто не делает групповое фото на память. Такое бывает только на веселе. Неподдельная улыбочка и общее вам намасте.